Всем привет! Как меня слышно? Я блогер из Неаполя, меня зовут Татьяна. И сегодня я хотела бы вам рассказать о том, можно ли уехать в Италию легально работать на сегодняшний момент. Поэтому сразу рассмотрим такой вопрос, как рабочая виза, официальная рабочая виза в Италию. Она оформляется по сути в Украине. Для этого вы должны быть пупер-дупер специалистом, обладать какими-то немыслимыми способностями, востребованными, скажем так, в Италии. Объясню почему. Потому что на сегодняшний момент в Италии сложилась такая обстановка. Она уже, кстати, где-то около 20 лет происходит. Люди, которые здесь проживают, местные жители, они сами не могут заработать достаточное количество денег, которое бы они хотели. И это случилось в тот момент, когда страна Италия вошла в Евросоюз и поменялась валюта из лиры в евро. Тогда очень сильно итальянцы на себе почувствовали вот это изменение своей экономической жизни. И тогда уже случился отток в другие страны на заработки, скажем так, как сейчас происходит из Украины в Италию и в другие страны. Поэтому для того, чтобы получить рабочую визу в Украине и приехать в Италию работать по рабочей визе, вы должны быть просто супер-упер-дупер каким-то специалистом, который просто необходим именно Италии для того, чтобы вам оформили рабочую визу для работы здесь. Теперь затронем такой вопрос. Как же едут все сюда сиделками или специалистками по уборке? В основном едут женщины и востребованы здесь женщины, потому что для женщин здесь работы, ну, непочатый край, скажем так. Сложилось это давно исторически и потому, что итальянки, скажем, возрастов 45-50 лет, еще того поколения, они привыкли не работать, сидеть дома. Сейчас они уже стали, скажем так, в преклонном возрасте, и им требуется помощь для того, чтобы осуществлять уход за родителями или в доме по уборке. Поэтому эта профессия остается востребованной. Но теперь я хотела бы рассмотреть тот вариант, чтобы вы понимали, насколько возможно приехать из Украины сюда, работать, допустим, сиделкой официально. Допустим, при лучшем раскладе берем такой вариант. Вы нашли семью, в которой вы работаете. И эта семья хочет, чтобы работали именно вы. И она подает в иммиграционную службу, в службу занятости, извините, запрос на то, что они нуждаются в квалифицированной сиделке, а именно в вас. Что же происходит дальше? На тот момент, когда попадает в службу занятости запрос на востребованную работу, служба занятости местная на требуемую оплату труда, график, подает своих итальянских специалистов. И если в том случае, только в том случае, если среди итальянцев не найдется желающих на такую зарплату, на такой график, на такую, скажем, работу, только в том случае, могут послать запрос в украинское посольство и вызвать вас на работу. Что, в принципе, вообще нелогично. Если по всем стандартам и по всем запросам оформлять данную, скажем, работу или квоту поиска в службе занятости, то вы сами понимаете, это будет зарплата, соответствующая законодательству, с выплатой контрибутов, со всеми вытекающими обстоятельствами. И любой итальянец пойдет работать на такую работу. И не то, что она не дойдет, эта работа, до вызовов посольства в Украину, она даже не пухнет на месте, скажем так. Поэтому располагать на то, что вот эта процедура минует всех и выстрелит вызовом в Украине, ну, просто, знаете, надеяться на какое-то такое чудо, которое вообще никогда ни с кем не происходит. Поэтому, ну, таких просто не бывало чудес, скажем так, в истории. Поэтому все в основном работают с сиделками нелегально. У меня произошла заминка, не сохранился материал, который я отсняла, поэтому я снимаю немножко с другого ракурса. Хотела бы сказать, что информация, которую я сегодня даю, она реально и действует на сегодняшний момент для тех людей, которые хотят сегодня уехать из Украины в Италию работать. Поэтому существует два способа легальных, по которым вы можете уехать из Украины, по рабочей и по студенческой визе. По рабочей визе вы должны знать обязательно язык, вы должны быть специалистом востребованным, диплом, вы должны найти работу, соответствующую здесь, в Италии. И, пожалуйста, приезжайте, работайте, оформляйте визу. Поэтому я просто хлопаю в ладоши, если такие люди есть. Для студентов все могут учиться без ограничения возраста в Италии. Можно поступить в любой университет. Для этого вам нужно знать итальянский язык на уровне B2, это требование любого университета. Иметь деньги для того, чтобы учиться в университете, оплатить хотя бы минимум за год, по-моему. И приехать сюда, в Италию, сдать тесты для вступления, которые сдаются бесплатно. И, пожалуйста, учитесь себе на здоровье. Насколько можно учиться, допустим, по языку в Италии и оплачивать изучение языка и находиться здесь официально, этот вопрос я вам не могу сказать точно, потому что я его еще не проработала до конца. Если у меня будет такая информация, я обязательно с вами поделюсь. Все остальные способы нахождения здесь, они нелегальны. Но хочу сказать, что Италия – это одна из самых лояльных стран для людей, которые могут находиться в странах нелегально. И объясню, почему. С 2012 года вышел закон, который защищает людей от преследования и депортации. Если вы не совершаете какое-то правонарушение, если вы ведете себя в порядке установленных норм, если вы не устраиваете дебоши, если вы не убиваете никого, если вы соблюдаете все нормы, порядки жизни, на вас никто не жалуется и вы не являетесь угрозой, а только нормальным гражданином, который приехал сюда работать, развиваться и там-там-там. Хотя я вам скажу, что у меня такая знакомая была, которая благодаря тому, что на нее итальянка пожаловалась, обратилась в полицию и накатала одиночку из-за того, что она приходила в непрезвом состоянии на работу. Нормальная, в принципе, реакция нормальных людей. Но она обратилась к адвокату, эта женщина, и адвокат сделал ей документы по мотивам преследования. И сейчас она официально находится в стране и продолжает работать. Вот такой вот интересный закон. Теперь, что касается тех контор в Украине, которые занимаются оформлением виз для приезда работать в Италию, скажем так. Если вы раньше слушали ролик, то вы, скорее всего, уже поняли, что официально рабочая виза в Италию не может быть оформлена. Как же оформляется виза? Она может быть оформлена из других европейских стран, допустим, Польша, Литва, Латвия, которые входят в Евросоюз и которым требуется сейчас рабочая сила, и это сделать легко. Но я хочу вам сказать, чтобы вы не надеялись на то, что ваши права будут здесь защищены на все 100%. Во-первых, все эти документы, которые собирают фирмы, находясь в Украине, они все липовые. Они не соответствуют действительности страховки, которые оформляются. Это самые дешевые страховки, которые вообще работают только для выкачки денег, скажем так. Когда вы приедете работать сюда, вы будете вообще не защищены никак. Всю ответственность вы должны взять на себя сами за свою жизнь и за то, что с вами произойдет здесь. За поиск работы, за отношения с людьми, которые сложатся, за все вытекающие обстоятельства. Как скажу, я, допустим, приезжала сюда, я оформляла ту же визу, ускоренную, очень ускоренную. Мне нужно было просто приехать сюда быстро. И на тот момент в визовом центре я оформляла документы, которые могла сама. И уже при пересечении границы я платила перевозчикам, скажем так. Так, для тех, кто хочет сам оформить в визовом центре или в посольстве визу, всегда есть перечень документов, которые требуются для оформления той или иной визы. Студенческой, рабочей, бизнес-визы. И я вам скажу, что в интернет кишит всеми документами, которые требуются для того, чтобы эту визу оформить. И подать документы, весь пакет документов. Кроме того, контуи, которые оформляют визы в отведенный срок, по-моему, две недели, они, я вам скажу, не успевают даже переложить со стола на стол эти документы из-за того количества потока, который сейчас идет наплывом. Поэтому это, знаете, такая фортуна-лотерея. Кому повезет, кому не повезет. Точно так же, те же слова же вам скажут и те люди, которые занимаются оформлением виз. Ничего нового они не придумывают. Они просто делают ту работу, которую вы не хотите делать для себя и вникать в эти вопросы. Они вам делают за деньги. Знаете, это как люди, которые занимаются продажей недвижимости. Почему они берут очень огромный процент за то, что они впаривают эту недвижимость. Особенно в то время, когда она нифига не продается. Все, в принципе, очень просто. Потому что, знаете, при большом даже количестве уезжающих, лохов, которые платят, на самом деле не так и много. Поэтому люди занимаются оформлением виз. Но, чтобы вы понимали, это не главный их доход. Потому что попутно они занимаются в любом случае еще чем-то. И самое интересное, что если вы думаете, что в таких конторах есть человек, который сидит за границей. И он, допустим, вас ждет с распростертыми объятиями. Вот вы едете в Неаполь, вам оформили визу, вас там сейчас встретят. Пигалубят, обогреют, обберут. То я вам скажу, таких людей на самом деле нет. Я тоже так раньше думала, но на самом деле это все не так. Как правило, люди, которые занимаются оформлением виз, они находятся там, в Украине. И сюда они практически не имеют доступа. Может, какой-то там знакомый, Вася, чем-то другим совершенно занимается. Да, он есть, теоретически. Но когда дело коснется практики, вы окажетесь в Неаполе совершенно одни. И выгребать вот это все, что вам там пообещали за деньги, вы тоже будете сами. Все, кто меня смотрит, прошу поделиться этим видео со своими знакомыми. Возможно, не вам, а кому-то другому будет полезна эта информация. И подписывайтесь на эмоционал. И подводя то, что я уже раньше рассказала, хотел бы сказать, что обычному рабочему классу работать в Италии легально по рабочей визе, к сожалению, не представляется возможным. Но нелегально работать можно при наличии знакомств, куда вы можете обратиться, к человеку, который вам поможет, допустим, найти работу здесь, который вас может встретить. В визовом центре вы можете оформить сами любую визу, которую выберете. Даже если вы перейдете сюда по биометрическому паспорту, вы должны понимать, что всю ответственность за пребывание здесь и за тем более то, что с вами случится, вы несете сами. На свой страх и риск берете за себя ответственность полную. Я бы вам советовала все-таки при оформлении визы не переплачивать за какие-то визы рабочие, польские или всевозможные варианты. Как пересечь границу, я сниму следующий свой ролик и расскажу, как пересечь границу и какими способами для того, чтобы в Италии работать. Спасибо за то, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Татьяна, ваш блогер из Неаполя. Пока-пока.